Отец Андрей, как раз вопрос по поводу ядерной физики, молекулярной биологии. Дело в том, что вы настоящий уникум, потому что вы в том числе в своих программах и благодаря своим гостям, представителям образования, научно-популяризатской сферы. Я не могу сказать, что вы объединяете духовный мир, мир религии, мир божественный и науки, но тем не менее вы делаете это без конфликта, без столкновения. Я потому что с удовольствием смотрел ваши передачи с пользаторами науки, с Саватеевым, с Соколовым. Методология, прихождение истинных тебе неизвестна. Ты же не можешь вызвать это. Нельзя вызвать вдохновение. Вообще нельзя. Я вот иду на лекцию, у меня бывает так, что его нет. А что делать? Меня ждут. Отец Андрей, я делаю что? Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Говорю, дай мне вдохновение, дай мне сейчас, помоги мне в этой лекции. И оно возникает. Я же не могу это принести панчину и сказать, вот доказательство. И я увидел, что оба эти мира не просто сосуществуют, они дополняют друг друга. Вот на ваш взгляд, можно сказать, что, по крайней мере, в нашей стране, вот этого противоборства науки, образования versus религия больше не существует? Его не должно быть, скажем так. Этот конфликт остался в истории и существует сегодня по инерции. Либо раздувается специально. То есть мы занимаемся разными сферами, которые в значительной доле пересекаются или накладываются друг на друга. Банальный пример. Мы летим в неком звездолете, например, который летит со скоростью, приближающей к скорости света. Мы летим уже не на Марс, это нам даже неинтересно. Мы летим куда-нибудь на Альфа-Центавру. И у нас там в экипаже, скажем, 7-8 человек. Техника сложнейшая. Проходят какие-то энергопитания, навигация, все уникальное. Но проблемы, которые будут возникать между командой, архаичные, библейские. Давайте партий. Я получил 2,500. Большое. И вот этот красивый молодец, вот здесь. Каин и Авель, мытари и фарисей, любовный треугольник, я капитан, нет, ты капитан, я лучше тебя, ты дурак, а ты меня на земле обидел, а ты спал с моей женой. И мы будем решать одно и то же, в космосе, то же, что решается в какой-нибудь ботсванской деревне, а решается оно Евангелие. Поэтому в какой бы звездолет мы не сели, а Земля это один большой космический корабль, мы пришли к этому пониманию не так давно, на этом большом космическом корабле, при всей сложности его, надо решать внутренние проблемы человеческие, самые сложные проблемы, кстати, надо решать евангельские.